Добрый день, дорогие друзья, зрители, подписчики и все, кто интересуется столярным делом, столярным инструментом. Как, наверное, многие из вас уже видели по моим предыдущим фильмам, по моей мастерской, в том числе, заваленной мастерской, я собираю столярный инструмент, в том числе рубанки. Рубанков у меня сейчас, не хочу точное число называть, но в районе 700 штук, и коллекция пополняется, можно сказать, ежедневно. В том числе, сегодня я получил посылку небольшую, здесь пару интересных инструментов для меня были. Один рубанок у меня уже имеется, подобный, но все-таки в коллекции не помешают некоторые вещи, во множественном числе. В принципе, можно поменяться на что-то другое или еще что, мало ли чего. Ну, что говорить, вот хочу показать вам небольшой обзорчик того, чего я получил. Вот, посмотрите, пакет я, конечно, уже распаковал, не выдержал, но ничего страшного. В том числе, вот этот вот рубанок, он у меня уже есть. Фирма-производитель Отто Бергман из Берлина. И по квалитете, хочу сказать, качество литья, конечно, не ахти. В том числе, вот тут вот, где ручка, тут небольшие раковины присутствуют. Сейчас камера не настроится никак. Раковины царапанные. В общем, немножко дешевенькое производство, но... Все-таки, инструмент хороший, увесистый, работать с ним можно. И видно, что работали с ним. И в том числе, я работал с теми вещами, которые у меня уже есть от этой фирмы именно. И, в общем, конечно, это не Стэнли, не Рекорд, не Клифтон, но все-таки вещь. Вот, что мне интересно было, это вот этот небольшой рейсмус, тоже чугунный, чугунное литье. Вот, такого у меня не было, я даже не знал, что они выпускали. Вот, у меня три рубанка есть от этой фирмы, я не знал, что вот такие вещи тоже были у них. Вернее, то, что они... Сейчас, может, настроиться немножко. Катится, конечно. Ну, и низенький. Все равно. Ну, вот здесь вот эти штанги, как я вижу, оригинальные, потому что здесь еще маркировка в сантиметрах. С этой стороны тоже в сантиметрах. Вот такое. Функционирует. Все откручивается. Ну, почистить надо. Вот у них вот эта вот краска странная, серебрянка. Ну, это, конечно, на любителя, но ничего не сделаешь, такой инструмент. Точность у него... Не знаю, какая... Ну, и вторая вещь, вот эта вот, маленький грунтубель. У меня уже есть Стэнли. Не помню, какой номер. Вот такого я тоже... Один раз я видел, но не успел я его, короче, приобрести. И тут мне попались вот эти вещи, и я, короче, схватил его. В общем, в принципе, я вот эту посылочку заказал только из этих двух вещей. Ну, остальные я просто не хотел разрывать коллекцию другую у того человека, поэтому я забрал. Вот такой небольшой стружок. На нем ничего не написано вообще-то. Ну, я думаю так, что это тоже из самой фирмы. Вот здесь какой-то номер стоит, что ли, не разберешь. Ну, стругов таких у меня, я не знаю, я даже не считал их. И вот такой вот маленький циркуль. Циркуль, ну, здесь небольшая пружинка. Вообще, оригинально сделано. Немножко, конечно, погнутый тут, но это можно выровнять, это можно все сделать. Циркуль симпатичный. Вот такие вот вещи или вещицы приобрел я сегодня. Вернее, я получил. Ну, у меня еще идея такая есть. Вернее, я уже упоминал ее. Все, руки никак не доходят. Я хочу все свои инструменты снять и потом предоставить вашему обзору. Может, какие-нибудь отзывы будут плохие, хорошие. Я всем отзывам рад. И если кому интересно, то буду еще дальше снимать. Все, спасибо за обзор. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok